Want to speak real Russian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at russianpod101.com Великого Чуда Явления Божьей Матери, которое произошло в 910 году в Константинополе. Праздник Покров Пресвятой Богородицы является символом заступничества и защиты Божьей Матери всех людей. Знаете ли вы, какой знаменитый храм России посвящен этому замечательному празднику? Мы покажу вам ответ в конце этого видео. Как известно из истории, в X веке Византийская империя вела войну с сарацинами, по некоторым источникам с русами. В 910 году враг осадил Константинополь и намеревался полностью разрушить город. Тогда жители Константинополя собрались во Флахернском храме и начали отчаянно молиться Божьей Матери о помощи и спасении. Во время богослужения святой Андрея Христа ради Иеродивы и его ученики Пифаний, который впоследствии стал патриархом константинопольским, увидели идущую по воздуху сияющую небесным светом Пресвятую Богородицу. Ее окружали ангелы и святые. Божья Матерь молилась о спасении людей, а потом сняла с себя амафор, покрывала ли головы, и распростела над людьми, находящимися в храме. Город был спасен, и враг вскоре отступил. В этот день во всех церквях и храмах проходит праздничная божественная литургия. Этот праздник также считается покровителем свадеб. В этот день незамужние девушки приходят в церковь, ставят свечи перед иконой Богоматери и молятся о счастливом замужестве. О том, насколько этот праздник любим православными христианами, свидетельствует то, что в России очень много храмов и церквей названы в его честь. Только в Москве есть не менее 15 действующих храмов, посвященных покрову Пресвятой Богородицы. А теперь я отвечу на заданный ранее вопрос. Знаете ли вы, какой знаменитый храм России посвящен этому замечательному празднику? Это собор Василия Блаженного, который находится на Красной площади и считается символом России во всем мире. Собор имеет второе название – Собор Покрова Пресвятой Богородицы. Как вам урок? Вы узнали для себя что-нибудь новенькое? А в вашей стране есть какой-либо подобный праздник? Вы можете оставить для нас ваши комментарии на russianpod11.com. Увидимся в следующем уроке.